Кто из водителей нарушил правила остановки? На этой картинке нарушили оба водителя, так как в ближайшие 100 метров до шлагбауна нельзя парковаться. Виктория Артемьева на конкурсе впервые. Она приехала из Черемшана, чтобы помериться мастерством с другими участниками. Признается, что с заданиями справилась с легкостью. Девушка убеждена, что уже скоро сможет уверенно управлять автомобилем. Мне всегда было интересно, каково это сидеть за рулем. Я наблюдала, как водит мой папа, и мне тоже было интересно, смогу ли я, каково это сидеть за рулем. Участники конкурса – учащиеся автошкол. Совсем скоро они будут сдавать свой первый экзамен. В теоретической части конкурса ребята выполняли задания на знание правил дорожного движения. Они ничем не отличались от тех, что сдают на настоящем экзамене в ГИБДД. За 20 минут нужно было ответить на 20 вопросов. Теперь я знаю, что у меня ждать на экзамене, и у меня появилась практика в этом деле. В конкурсе водительского мастерства принимают участие ребята из Альметьевска и Черемшана. К участию привлекают не только юноши, но и девушек. Организаторы отмечают, что с каждым годом участников становится больше, и уровень их мастерства растет. Соревнования проводим с целью, во-первых, популяризации автомобильного спорта, с целью пропаганды безопасности дорожного движения, чтобы молодежь стремилась к изучению правил дорожного движения, к вождению автомобиля, безопасному вождению, усовершенствованию навыков вождения. Это основная задача. Ну и, конечно же, патриотическое воспитание молодежи. Когда теория осталась позади, будущие водители отправились на полигон выполнять практическую часть. Традиционно она включает в себя элементы фигурного вождения – змейку, остановку на подъеме, заезд в бокс, параллельную парковку и эстафету. Лучше всего с этим заданием справился ученик лицея-интерната номер один Руслан Алтонбаев. В практической части у меня не было ошибок. Я проехал за 3 минуты 19 секунд, пока это лучший результат. И я очень рад этому. Мы к этому долго готовились, ездили на полигоны, готовились. Мы присутствуем, наблюдаем, стараемся смотреть, чтобы все было как положено. Это уже стало доброй традицией, что на базе Альмийской автошколы ДОСАФ ежегодно мы проводим конкурс «Юный водитель», в котором участвуют ребята, не достигшие 18-летнего возраста, которые показывают свои навыки вождения. По итогам конкурса были названы лучшие. Победителями стали юноши из Татарско-Турецкого лицея. Третье место досталось Руслану Алтонбаеву, второе место у Камиля Хабибулина. Первое место занял Айнур Вафин. Лучшим в номинации «Знаток ПДД» также стал Айнур Вафин. Лучшим в номинации «Фигурное вождение» был признан Руслан Алтонбаев. Призы и памятные подарки ребятам вручили сотрудники территориального управления ГБУ «Безопасность дорожного движения».